Дом Божий Кто строит храмы и многие грехи, простит тому Господь. Это слова праведного Яна Кронштадтского, которые могут коснуться и нас с вами. Восстановление порушенных храмов и строительство новых ведется во многих городах и селах. Внимание моих петербургских коллег привлек храмовый комплекс в селе Колчаново Волховского района. Чтобы спасти от разрушения церкви Тихвинской иконы Божьей Матери и Рождества Христова, входившие в рождественский погост на реке Сязь, создан проект «Колчановская святыня». О нем расскажет наш корреспондент Валентина Грушина. Валентина, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие телезрители. Расскажите, пожалуйста, в чем особенность проекта «Колчановская святыня». Храмы в селе Колчаново – это одновременно и культовые сооружения, и памятники архитектуры, и свидетели событий Великой Отечественной войны. Проект «Колчановская святыня. Спасаем храм от разрушения» является обладателем президентского гранта в номинации «Сохранение исторической памяти» по итогам первого грантового конкурса 2020 года. Подробнее о проекте мы поговорим с координатором Анной Сологубовой. Анна, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, об истории этих храмов и в каком состоянии они находятся сейчас. Да, то место, где находится Колчановская святыня – историческое место, так как именно там проходил известный торговый путь из Варяг-Варабы. И даже когда путь прекратил функционировать, именно река Сязь осталась тем связующим звеном Балтики и последствия Санкт-Петербурга с южными землями. Поэтому это место достаточно историческое, и следующим главным событием там стало именно строительство этих храмов. Храмы были построены в 1862 году, возводились не около 12 лет, и на тот момент этот храм был одним из самых красивых храмов Новоладожского уезда. В 1934 году храмы были закрыты. А во время Великой Отечественной войны там располагались технические мастерские, и именно там была поддержка и опора всех фронтов, и помогали функционированию дороги жизни. А в 90-е годы храм постепенно стал разрушаться. Сейчас там отсутствует покрытие глав, нет крыши, почти все убранство разрушено, и частично только сохранились своды. Спасибо большое, Анна. Скажите, пожалуйста, поподробнее расскажите о презентации, о предстоящей. Да, 12 марта 2020 года у нас состоится презентация этого проекта, где мы расскажем о всех мероприятиях, которые будут реализованы. Сам проект будет проходить с 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года, и за этот год мы надеемся успеть очень многое. Вот у нас состоится презентация, на которую мы всех приглашаем. 24 апреля 2020 года у нас состоится молодежная конференция, которая называется «История сельских храмов. История служения в годы Великой Отечественной войны». А летом у нас пройдет молодежный летний лагерь. Как можно помочь проекту? Мы приглашаем к активному участию, к освещению наших проектов, чтобы вы рассказывали друг другу о них, потому что это очень важно, так как эти проекты не только культурные, архитектурные памятники, а еще и памятники об исторической памяти, о том самом героическом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. Поэтому очень хотим, чтобы вы приезжали в Колчаново, посмотрели все эти храмы и активно принимали участие в нашей презентации, в конференции и в летних лагерях. Спасибо, Анна. Мы сообщаем нашим телезрителям, что презентация состоится 12 марта в 11.00 по адресу Ленинградская область, Волховский район, село Колчаново, микрорайон Олексино, дом 17. Дмитрий. Спасибо, Валентина. Наверное, каждый из нас бывал в небольших селах или городах, где храмы не просто приходят в запустение, а где понять, что перед тобой Дом Божий – это задача непростая. И, возможно, это по узнаваемой форме и внушительным размерам разрушающегося здания. Но слава Богу, что действуют проекты, участники которых не наблюдают за разрушением, а пытаются святыню спасти. А в минувшее воскресенье церковь праздновала торжество православия. Во всех храмах совершался особый чин в память о победе над ересью иконоборчества. Но наверняка и в наши дни вы встречали людей, которые приравнивают почитание икон к идолопоклонству и считают его нарушением Божьей заповеди. Что ответить таким оппонентам? Как правильно относиться к православным иконам и как зародилось искусство иконописи? Об этом расскажет фильм студии «Богослов» из цикла «Несколько слов о важном». Как-то в храм вошли два мальчика. Одному лет шесть, другому меньше. Младший, очевидно, здесь еще не бывал, и старший водит его, как экскурсовод. Вот и распятие. А это чего? Замирает младший с широко открытыми глазами. Старший отвечает уверенно. А это за правду. В Ветхом Завете люди могли только слышать Бога. Не случайно первая заповедь начинается со слов «Слушай, Израиль». И только в эпоху Нового Завета, когда Бог воспринял человеческую природу, люди смогли увидеть Бога в лице Иисуса Христа. О том, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Так начинает свое послание апостол Иоанн, самый близкий из учеников Христовых. В лице Иисуса Христа человек впервые в истории увидел Бога. Это и стало основой иконопочитания. «Если Бог стал человеком из плоти и крови, значит, его можно изобразить». «Я увидел человеческое лицо Бога, и душа моя была спасена», – говорил защитник почитания икон святой Иоанн Дамаскин. Само слово «Икона» греческое и означает изображение, образ. Еще первые христиане на стенах катакомб, подземных сооружений, в которых они скрывались от гонителей, оставили нам множество изображений Христа, его причистой матери, апостолов и святых. Желание воплотить в красках евангельское благовестие делало иконопись книгой для неграмотных. Икона проповедовала о Христе не менее действенно, чем слово. Когда в годы революционного лихолетия иконы из храмов оказались в музеях, когда из-под толстого слоя потемневшей олифы реставраторам вдруг открылся невиданный мир, яркие и сочные краски, удивительной красоты и гармонии линии, все это не могло не тронуть душу пусть неверующего, но чуткого красоте художника. Искусствоведы стали задумываться, а почему иконописец никогда не подписывал свое творение? Почему эти безымянные творцы, столь искусно владевшие кистью, изображали святых на иконах совсем не так, как рисуют портреты? Как они могли несколькими движениями кисти передать такое состояние, над повторением которого годами будут биться художники авангарда? Откуда они так хорошо знали законы гармонии? Но эти вопросы так и останутся без ответа, если не вспомнить, что икона писалась не для славы художника, а для прославления Бога. Икону недаром называют богословием в красках. Благодаря своей неземной форме линий и пропорций, она по-особому устраивает наш ум, готовит его увидеть невидимое обычными земными очами. Икона свидетельствует собой о мире, где живут святые и царствует Бог. Поэтому никогда на иконе мы не увидим тени, икона пишется светом, который струится словно изнутри изображения. И это и есть свет божественной любви. Цель, которую преследует икона, совсем иная, нежели у самого замечательного портрета или пейзажа. Икона хочет сказать о самом главном – о том, что человек и Бог – не враги, а близкие друзья. А для этого достаточно лика и рук, ведь лицо – зеркало души, а руки – ее инструмент. Все же остальное, хоть и важно, но второстепенно. Поэтому икона так лаконична. В иконе нет ни одной детали, которая была бы маловажной. Здесь все глубоко символично. Каждый цвет несет в себе идею. В каждом жесте сокрыт определенный смысл. Каждое движение исполнено значение. Икону можно сравнить с окном в мир духовный. Чем чище стекло, тем меньше искажений. Чем чище душа иконописца, тем точнее созданный им образ. Мы никогда не увидим на иконе, чтобы кто-нибудь отвернулся от нас или стоял спиной. В иконе все смотрят нам в глаза. Нет, не просто смотрят. Всматриваются в наши души, в надежде увидеть и в нашем лике такой же славный образ Божий. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Уважаемые зрители, на этом время наша программа подошла к концу. Я благодарю вас за внимание и до встречи в эфире. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА